На базе отдыха имени Стрельникова с 26 по 29 апреля царила атмосфера безопасности и знаний дорожного движения. Здесь состоялся финал регионального конкурса «Безопасное колесо-2018». В нынешнем году мероприятие посвящено 45-летию со дня образования отрядов юных инспекторов движения и собрало на решающем этапе 148 участников из 32 районов Омской области и пяти округов города. Мы хотим, конечно, победу, но участие – это тоже главное. И мы все равно рвемся к первому месту. Даже если мы пойдем в пятерку, в десятку, это тоже будет очень хорошо. Я люблю такие конкурсы, где игра ПДД, медицина, чтобы в нужный момент оказать людям первую медицинскую помощь или помочь избежать аварии. Вместе с организаторами конкурса «Поздравить победителей районных этапов» приехали представители правительства Омской области. Почетные гости отметили, насколько важно приобретение навыков правильного поведения на дороге. Такие конкурсы решают очень много важных задач. В первую очередь, это безопасность самих детей. И очень отрадно, что на самом деле ребята и девчата такой интерес проявляют именно уже в таком юном возрасте и к правилам дорожного движения, и к безопасности вождения того же самого велосипеда. То есть тут несколько задач решаются одновременно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юный инспектор дорожного движения На этом конкурсе очень много волнений, сложно сдержаться, чтобы не выехать куда-нибудь или что-нибудь неправильно сказать. Ну, все хорошо. Я считаю, что мне это пригодится в жизни, потому что, когда, например, я буду ездить на велосипеде, ну, я буду уже это все знать. И могу даже своим одноклассникам посоветовать правила дорожного движения. Мы вовлекаем в эти отряды детей, которые потом своим сверстникам доносят важную информацию о правилах дорожного движения. И, готовясь к этому конкурсу, они подробно вникают во все проблемы, которые существуют, и настолько изучают правила дорожного движения, что могут дать фор любому водителю. На самом деле у нас более 400 отрядов на территории Омской области, более 4000 детей в них состоят. И это очень большая поддержка в первую очередь нам, сотрудникам госавтоинспекции. Потому что они, вот ту информацию, которую доносим мы детям, она воспринимается всегда в штыки. А если рассказывает сверстник о том, что этого нельзя делать и нужно делать по-другому, они уже совсем по-другому воспринимают. И при этом они еще умудряются спорить по некоторым правилам, но в споре же рождается истина. Команда Шербакульского района – безоговорочный лидер региональных соревнований последних лет. В прошлом году ребята достойно представили Омскую область на всероссийском конкурсе. Из 85 команд шербакульцы стали седьмыми. Очень жесткий отбор на школьном этапе, на районном этапе. Поэтому детки попадают только самые сильные. Естественно, ставится определенная цель, и мы стараемся всегда вот этих целей достигать. Ребята, которые принимали участие в прошлом году на всероссийском этапе, не могут участвовать в этом году на областном. Поэтому команда абсолютно новая. Дети каждый год у нас меняются. И я считаю, что это даже очень хорошо, потому что больше детей будут знать на отлично и правила, и оказание первой помощи, и движение на велосипеде. Я думаю, что мы победим и поедем в Орленок на самолете. Я никогда еще не летала на самолете. По итогам финала областного конкурса «Безопасное колесо-2018» команда Шербакульского района подтвердила статус фаворита. Ребята стали абсолютными победителями этапов знаний основ ПДД, основы оказания первой медицинской помощи, автогородок, фигурное вождение велосипеда и творческий конкурс. Уже 21 мая наши львидовцы начнут состязаться с коллегами со всей страны. Всероссийский конкурс юных помощников ГИБДД состоится в лагере «Орленок» в ТОПСе. Редактор субтитров А.Семкин